Продолжение следует... 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 что она продвигается плохо, это плохая доменная зона. На самом деле она с точки зрения технологии продвижения СУ, сайты продвигаются лучше, чем РУ даже. Проблема в одном. Пользователи конечные СУ и РУ будут путать как незнамо что. Поэтому если у вас есть возможность зарегистрироваться в доменной зоне РУ и в доменной зоне СУ, просто берите оба домена, двигать можете СУ, например, а на визитках писать РУ. Или там как угодно. Просто переадресацию с одного домена на другой. Доменные зоны РФ это ужас, ужас, ужас. Они годятся точно только для оффлайновой рекламы. С них надо делать переадресацию на РУ. Потому что все стандартные сервисы, которые позволяют как-то раскрутить сайт, что покупка ссылок, что... В общем-то, Директ вроде недавно стал работать с РУшными доменами, но тоже, по-моему, постольку поскольку. Тут у нас где-то есть докладчик по Эдвордзу, может быть, расскажет, берут РФ-домены, конечно. Может быть, он расскажет, берут ли сейчас в Гугл Эдвордз РФ-домены. Так или иначе, РФ-домены — это плохо. Всякие ком, орг, нет, и же с ними они явно имеют определенные сложности при продвижении, точнее, при индексации поисковыми системами. Грубо говоря, получить тот же самый результат, что и с РУ-доменом можно, но дольше, как правило. При этом, кстати, с ком, орг и всеми остальными доменами есть интересная другая особенность. Все вы знаете особенности ведения бизнеса в нашей стране. Как только он переваливает через определенный оборот, он становится интересен определенным людям. В случае, если у вас домен какой-нибудь ком, зарегистрированный в Соединенных Штатах или еще лучше, где-нибудь в еще более лояльной стране, до вас намного сложнее добраться. Потому что имейте в виду, когда, ну, скажем так, если ваш сайт, точнее, ваш бизнес, стоящий за сайтом, становится кому-то очень сильно интересен, прикрыть хостинг, ну, это понятно, это, скажем так, проблем особых нету, развернуть сайт на другом хостинге. А если вам прикроют true-домен, который вы раскручивали, в который вы вложили кучу денег, вам придется открыть, запускать другой домен с нуля. В случае, если вы сохраняете за собой домен, ну, просто те же самые файлы сайта ставятся на другой хостинг. Вот, так сказать, это из соображения безопасности. Но и результат по движению будет хуже, дольше и так далее. Так, вопрос, да. Вы сказали, что это может заплатить или как это? Ну, скажем так, в рамках судебных разбирательств может быть направлено соответствие письморегистратору домена о том, что надо заблокировать домен. Вот, существуют и совсем альтернативные способы у тех, кому это нужно. Случаи торрентс.ру, я думаю, можете все вбить в поисковики и почитать историю, почему торрентс.ру стал вдруг рутрекер орг. А чем плохо домен в зоне РФ? Домен в зоне РФ ну, скажем так, туда заряжать, да? Грубо говоря, там, покупать ссылки, не совсем это так, но, грубо говоря, покупать ссылки на РФ-домен нельзя. Это притянуто за уши, на самом деле, где-то можно. Но, по крайней мере, отслеживать страницы, когда идет продвижение, например, там, я не знаю, там, сотни внутренних страниц сайта, когда адреса все с вот этими вот закорючками, в которые превращаются РФ-домен на кириллице, если это копировать хоть куда-то, определить, что же это за страница, просто технологически проблематично. Просто обратно декодировать каждый раз это застрелится. Можно, то есть, грубо говоря, продвижение РФ-домена, ну, элементарно станет дороже. Так, ну, стандартная проблема на тему того, что вот получилось у Маши, получится и у нас. Нифига подобного, исходных данных может быть миллион. Возможно, Маша тратит 16 часов в сутки на то, что ходит по всевозможным форумам и пиарит, собственно, интернет-магазин. У меня перед глазами куча примеров, когда в абсолютно одинаковых исходных данных один бизнес за полгода вышел наоборот и там три с лишним миллиона за месяц, другой бизнес загнулся через те же самые три месяца. Абсолютно одна и та же тематика, одни и те же товары закупаются у одних и тех же оптовиков. Зависит очень много от чего, поэтому нельзя делать вывод о сегменте бизнеса, исходя из успеха кого-то в этом бизнесе. Поехали дальше. Ну да, это один из самых спорных вопросов. На самом деле, постоянно сталкиваюсь, скажем так, с противоположной точкой зрения. Существует возможность арендовать интернет-магазин, грубо говоря, взять за денежку уже раскрученный домен и его как-то продвигать, раскручивать, продавать с него. Существуются различные площадки, которые позволяют на поддомене интернет-магазин.ру завести себе интернет-магазин. Все это за три копейки в месяц. В общем-то, это стандартная ошибка, хотя бы касающаяся того, что вы вкладываясь в продвижение, вы вкладываетесь именно в первую, ну не в первую очередь, а в единственном образом, это именно в домен. Если домен вы арендуете, то это то же самое, что вы в съемной квартире ставите пластиковые окна. Один в один, в принципе. Существует возможность иногда у арендованных интернет-магазинов выкупать этот домен. Ну вот тогда, может быть, не лучше ли сразу брать себе нормальный свой собственный. Поехали дальше. О, это еще тоже один из самых таких спорных вопросов. Я думаю, все, кто связывались с разработкой интернет-магазинов, да и вообще сайта коммерческого, слышали слово «джумла». Значит, главная проблема с джумлой в том, что на джумле пишут только непрофессионалы. Это аксиома. Соответственно, есть еще одна аксиома, ну, так сказать, противоположная. Хорошие сайты продвигаются хорошо, плохие сайты продвигаются плохо. Если сайт делает непрофессионал на джумле, сайт хорошим не будет. Как следствие, сайты на джумле плохие и продвигаются плохо. Хорошего бизнеса на этом не построишь. Ну и есть куча различных технических проблем, связанных с джумлой, начиная с того, что она плодит кучу дублей страниц. Дублей страниц – это значит не уникальный контент, грубо говоря, страница, информация одна. Содержимое одинаковое, адреса разные. Контент получается не уникальный. Здесь то же самое. Сайт в итоге получает пенальти. Как следствие, никуда в поисковиках не вылезает. Надо дубли устранять. Ну, собственно, этим, правда, страдает большое количество интернет-движков для разработки сайтов, но джумла в особенности. Поехали дальше. Ну, теперь то, что касается дизайна, дизайн очень сильно влияет на конверсию, на то, сколько у вас будет продаж с сотни посетителей. Экономить на дизайне, ну, мне кажется, дело последнее. Поехали дальше. То, что касается переливаться всеми цветами радуги, ну, естественно, надо думать о юзабилити, об удобстве пользования сайтом. Скажем так, когда налеплено очень сильно, очень много, очень ярко, обычно тоже плохо. Поехали дальше. Здесь особо не будем даваться подробностей. О, то, что касается хостинга. У нас, на самом деле, в стране практически нету действительно хорошего хостинга, где, ну, скажем так, и техподдержка работает хорошо, и сайты летают быстро, и не проваливается это дело все неожиданно. Проблема, собственно, в чем? Если хостинг дешевый, это значит, там плохая техподдержка в большинстве случаев. А техподдержка вам нужна именно тогда, когда сайт лежит. А если сайт лежит, с этим может быть связана целая куча проблем, начиная с того, что у вас просто нет продаж в этот момент, пока он лежит, ну, и заканчивая тем, что если в этот момент нагрянет робот-обходчик поисковика на сайт, он сайта не увидит, ну, и, собственно, вы на продолжительное время, на несколько недель потеряете все то, что достигли по, так сказать, по продвижению за последнее время. В принципе, та же самая ситуация, немного, как там это, те же яйца, только сбоку. Так, ну, то, что касается копипаста. Значит, есть такая проблема. Владельцы интернет-магазинов не понимают то, что на наполнение интернет-магазина в ряде случаев надо тратить больше денег, чем на его разработку. Каждое описание каждого товара, по-моему, там пара строчек, должны быть уникальными, копировать ниоткуда нельзя. Проблема копипаста приводит к тому, ну, как бы копипаст приводит к тому, что на сайте 5000 страниц, в индексе Яндекса 200 страниц, в итоге у вас трафик вместо, ну, возможных, например, там, 500 человек в день, у вас 50 человек в день. Это, собственно, то, к чему приводит копипаст. Вот, помимо этого, сайты, сделанные на копипасте, ну, элементарно совершенно не выводятся на первые строчки по серьезным запросам, коммерческим ценам, интересным для вас.